Волга Все равно это не сразу все забывается. Такой счет и стыдно. Давайте извинюсь, наверное, перед болельщиками за всю команду, что не смогли как одержать какое-то сопротивление. В общем, не получилось. Зато реабилитироваться удалось в первых же двух матчах чемпионата страны. В них ульяновской команде достался один из сильнейших клубов западной зоны. Неоднократный чемпион страны – архангельский водник. В первом поединке в Ледовом дворце «Волгоспорт-арена» ульяновцы победили 7-3 и сделали хорошую заявку на победу в первом этапе чемпионата страны. Как бы ни было тяжело, как бы ни было непривычно, но мне понравилось то, что нацеленность на атаку присутствовала и в одной, и во второй команде. То есть не отбывали номер, а пытались показать какой-то хоккей. Вторая встреча «Волги» и «Водника» практически повторила сценарий первой. Хозяева «Волгоспорт-арены» хоть и пропустили первыми, потом сумели не только отыграться, но и выйти вперед. Гости временами сокращали отставание в счете, но «Волга» находила слабые места в архангельской обороне и держала преимущество в 2-3 мяча. В итоге дубли Игоря Ларионова и Петра Захарова, а также голы Алексея Бушуева, Владислава Кузнецова, Максима Пахомова и Руслана Галеудинова принесли победу «Волге» 8-4. Сегодня, к сожалению, пропустили очень много голов со стандартных положений. Вроде так, давно такого не помню, что, по-моему, из восьми, сколько мы, пять получили стандарты. Следующие два матча в чемпионате страны «Волга» проведет в конце этой недели. 11 и 12 ноября в «Волгоспорт-арене» ульяновцы примут столичных «Динамовцев», которые накануне в гостях обыграли нижегородский старт. Михаил Сашанский, Павел Макаров. Новости ульяновской правды. Новости ульяновской правды.